Подушечки Орбит Подушечки Орбит Подушечки Орбит Подушечки Орбит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Традиции живут Украинский будинок селингу Откройте истинно американский шоколад Хершес Самый популярный шоколад в Америке Субтитры создавал DimaTorzok Да по-моему безразлична для меня она реклама Я внимания не обращаю А к чему? Мне не нужно Омерзительно Отношусь хорошо, когда мне становится слишком назойливо И не мешает смотреть телевизионные передачи Реклама бывает разная Есть хорошая, а есть совершенно бессмысленная Над ней нужен все-таки контроль Как? Нормально Как к рекламе Добрый вечер, дорогие друзья Сегодня вторник В эфире программа «Тема» С вами ведущая Лидия Иванова Вы помните в недавнем прошлом рекламу? Летайте самолетами Аэрофлота Храните деньги в сберегательной кассе Вот и все, что мы видели А сейчас Куда от рекламы деться? Что делать с рекламой? Итак, тема сегодняшней беседы Реклама Представляю наших героев Евгения Михайловна Пенькова Член Международной рекламной ассоциации Старший преподаватель кафедры рекламы И маркетинга МГУ Владимир Геннадьевич Космирёшкин Председатель комитета По рекламной деятельности Торгово-промышленной палаты Владимир Филиппов Председатель рекламного агентства Аврора Президент ассоциации Рекламных агентств России Что такое реклама? По-вашему, пожалуйста Реклама это По моему мнению Как бы Целый синтез Бизнеса, искусства, науки Умение общаться И умение воздействовать На многие-многие миллионы людей Вот же такое реклама Очень сложное понятие Я считаю, что для тех, кто занимается рекламой Это самое в мире увлекательное занятие А для тех, для кого работают люди рекламы Это необходимое общение Между производственным употреблением Вот так бы я это сказала Без этого общения остановится и то, и другое Пожалуйста Я каждый день решаю этот вопрос И я пришел к выводу, что реклама Это все-таки оплаченная информация Когда появилась впервые реклама И кто ее изобрел? А рекламу не надо было изобретать Реклама это отклик на потребность людей Общаться Я что-то сделала То есть как только появилось производство на обмен Вот так, самым коротким способом Можно ответить на этот вопрос Как только человек стал работать не на себя Кончилось натуральное хозяйство Он сразу начал нуждаться в том, чтобы рассказать о том, что он сделал И продать это Вот так появилась реклама Самая первая А процесс становления уже рекламы как отрасли Специальной, профессиональной, если хотите Это где-то вторая половина прошлого века Рекламное дело в России имеет вековую историю Газета, которая впервые поместила рекламное объявление Называлась «Ведомости» Опечаталась она в типографии Академии наук Было это в 1867 году Позднее появились и журналы Торговля, деловой будильник и даже комиссионер Эффективность рекламы в этих изданиях была довольно высокой Ее быстро оценили торговцы и промышленники А еще, помимо газет, выпускались плакаты и бланки Щита и упаковки На которых изображались различные медали Этакие знак качества, полученные заводами от самого императора Если же продукция удоставилась наградой на всероссийской выставке То на ней ставился государственный герб с годом премирования Ну а пределом мечтаний производители считался в углавый орел С подписью «Поставщик двора его императорского величества» Лучшей рекламы тогда никто себе представить и не мог Действенными средствами рекламы были бесплатные календари, брошюры и прейскуранты Реклама в них была и откровенной, и утонченной, а по-нашему скрытой Вывески же писались незатейливо и большей частью безграмотно Однако указ Ленина в 1917 году лишил прессу основной статьи дохода Средств отпечатания рекламных объявлений На несколько лет заглушила предпринимательскую деятельность и гражданская война О рекламе вновь вспомнили лишь во времена НЭПа Доходное ты делала реклама? Понимаете? Вопрос достаточно сложный Доходность она разная, зависит от конкретного контракта Рентабельность может быть и 1%, и 2%, и 3%, и 8%, и 10% 15% бывает очень редко Очень редко В мире давно существуют понятия совершенно разные Есть медиабайер, то есть покупатели, продавец времени Рентабельность которого 1,5-2% Есть рекламные агентства, которые за свою работу, за свои мозги За то, что у них работает целый штат сценаристов, творческих людей, машинисток Всего чего угодно, которые дают полный сервис клиенту, получают свои комиссионные Это 13, 13,5%, знаменитая цифра 13,5% Они получают за свою работу Сколько стоит сегодня реклама у нас положена в газете, на телеэфире и в радиоэфире? Радиоэфире Реклама стоит порядка 200, 300, 400 долларов за минуту Имеется в виду, да, рекламное время Телевизионная реклама, в зависимости от программы, в зависимости от времени выхода в виртуальной передачи Стоит там от тысячи до... Сорока До сорока тысяч, да, до сорока тысяч Вот те артисты, которые согласились вас давать рекламу Они принадлежат теперь уже только этой фирме, которой они согласились давать рекламу Или тому агентству, с которым они заключили договор Они не могут с другими уже заключать? А это как фирма заключит контракт Вот сидит господин Лосенков, вот спросите его, эксклюзивный ли у него контракт с Видео Интернешнл или нет? Сейчас спросим Я сотрудник компании Видео Интернешнл И поэтому считаю честным, если я буду работать только для этой компании Если компании будет необходимо снимать рекламу не только для системы телемаркета И они сочтут, что я должен быть в этой рекламе То я буду сниматься, если, извините, вы мне позвоните Я, к сожалению, откажусь У меня вопрос, вы сами смотрите себя по телевизору? А как же! С удовольствием? Как в зеркало Можно ли вообще обойтись без рекламы? Вот если ее запретить, друг? Мы до недавнего времени почти обходились без рекламы И только когда мы начали двигаться к свободной экономике, то реклама возникла тут же Потому что реклама появляется только тогда, когда есть свободная продажа товаров и услуг В России уникальнейшая эффективность рекламы Вот один конкретный пример, может быть кто-то уже слышал Мне доводилось сталкиваться с рекламой рыбы, свежемороженой минтая И вот тысячу тонн рыбы, состав целый, приходит с Дальнего Востока Четыре объявления по Останкино, по 15 секунд, этого состава нет Представьте, почему таков напор рекламодателя идет на телевидении Потому что когда в условиях распада союза, разрыва хозяйственных связей Просто колоссальнейший эффект имеет реклама Поэтому у нас такой бум рекламы Она не придумана, она из реальной жизни Она заставляет многих людей работать, она приносит колоссальные деньги Я еще добавлю, потому что у нас реклама одна из самых дешевых во всем мире По тому, сколько доносится, на какое количество человек доносится информация по всему региону России И стоимость этого объявления, вот эта удельная себестоимость на 1000 человек у нас удивительно низка Еще я хочу сказать по поводу эффективности На то существуют действительно фирмы, которые занимаются и проводят свой циологический опрос Создает фокус группы по оценке эффективности той или иной рекламной кампании И зачастую она может быть некрасивой, неизящной, она может быть не искусственной Она может быть очень эффективной На вопрос, какая реклама интересует зрителей больше всего 19% назвали продукты питания 15% интересуются рекламой одежды и обуви Столько же смотрят рекламу бытовой техники На четвертом месте косметика Автомобилями интересуется 10% зрителей Мебелью 8 Рекламой сигарет и спиртных напитков Лишь 3% населения Данные предоставлены новым институтом социально-психологических исследований Существует почти закономерность Те, например, рекламные фильмы, которые берут призы на всяких конкурсах и фестивалях Которые превозносят профессионалы, коллеги Чаще всего плохо работают с точки зрения рекламы Потому что реклама все-таки в первую очередь это функция Рекламодатель отдает достаточно большие, конечно, по сравнению Не очень большие деньги Но не за то, чтобы художники, работающие в рекламе, самовыражались А для того, чтобы донести нужную мысль до нужной аудитории Существуют ли у нас фестивали вот таких рекламных роликов? Фестивали для тех, кто занимается искусством рекламы? Существуют ли такие фестивали? Конечно, существуют И вот недавно прошел фестиваль «Кипарис», который организовывал, помогал определить фирму «Эрлан» Прошел в Киеве по Украине фестиваль «Город мастеров» Сейчас готовится фестиваль фонда поддержки рекламопроизводителей И уже теперь вместе с нашей ассоциацией будет проводиться этот конкурс Причем мы постараемся его расширить, где будет конкурс не только роликов, но и компаний Каждый год в мире проходят конкурсы рекламных роликов Участвовать в них считают за честь самые именитые режиссеры и операторы А клипы, которые занимают призовые места, можно поистине назвать произведением искусства Впрочем, судите сами Эта реклама «Перши колы» заняла призовое место на последнем фестивале в Каннах Ролик построен на единоборстве пепси и коки В итоге лучшим напитком оказывается «Перши кола» А это фрагмент рекламы безалкогольного напитка Субтитры создавал DimaTorzok Вы голодны? Вам помогут только макароны На конкурсе Эпика и фестивале в Монтре призы получил российский ролик Пепельница режиссера Юрия Грымова Впрочем, в фестивале рекламных клипов явление довольно частое в России С 3 по 7 октября в солнечной Ялте приходил конкурс под названием «Кипарис» Участвовать в нем приехали клипмейкеры из Украины, Белоруссии, Латвии и даже Югославии Продукция которых вызвала всеобщее одобрение Строгая и, как всегда, компетентная жюри, в составе которого работали режиссеры и операторы, артисты и кинокритики Отсмотрели ни много ни мало более 500 роликов Их представили ведущие российские рекламные агентства Ролики рассматривались по 10 номинациям Среди которых продукты, сервис, напитки, дом, красота и здоровье, финансы, автомобили, бизнес, имидж и другое Гран-при, 100-граммовую золотую статуэтку 585-й пробы в этот раз не дали никому, чтобы лучше снимали А золотой «Кипарис» получили студия «Пилот», рекламная группа «Иван» и компания «Видео Интернешнл» Среди победителей кинокомпании «Пигмалион», «Арт Пикчерс» из Санкт-Петербурга и рекламное агентство «Премьер СВ» Российские ролики пока не могут на равных конкурировать с зарубежными Однако и наши не столь плохие Например, ролик «Союз контракта» о Херше Коле Золотой «Кипарис» у ролика Александр Македонский, режиссёра Бекмамбетова Что такое недобросовестная реклама? Есть какие-то этические постулаты, по которым живёт общество Если они нарушаются, нарушаются они в рекламе То, соответственно, это и есть недобросовестная реклама Совершенно очевидно, если в рекламе происходит откровенный обман Если предполагаются и рекламируются такие качества товара, которых на самом деле не существует Это один из основных критерий А вы не можете пример привести? Для этого должны действительно работать эксперты И должны они сказать, что это так, это так, это так Первый очевидный пример недобросовестной рекламы в России В 1991 году фирма «Люкс» продала 20 тысяч пар джинсов Якобы джинсов «Левайс» Сопровождая рекламой по телевидению И в результате двухлетней борьбы союзов потребителей против фирмы «Люкс» По суду было признано, что это была недобросовестная информация Фирма была обязана и сделала это по телевидению сообщить Что продала она совсем не «Левайс» 501 модель И что приятно, она должна была заплатить каждому потребителю, который сохранил чек Цену истинных джинсов «Левайс» Потому что продали-то не настоящие джинсы Я думаю, что это первые судебные... Извините, она заплатила? Да, заплатила Заплатила тем 600 людям, которые из 20 тысяч боролись вместе с союзами потребителей до конца И прошли все тяготы этой судебной драмы Как можно защитить потребителя, то есть нас с вами, от недобросовестной рекламы? Это достаточно сложно сделать Есть указ президента Я не хочу сейчас какие-то юридические дефиниции усложнять Но в принципе сейчас появляются первые нормы Которые позволяют защитить потребителей Кто контролирует у нас сегодня рекламную деятельность в нашей стране? Я хочу сказать, что контроль только фактически начинается И, пожалуй, самый первый здесь антимонопольный комитет Который уже обладает первенством то, что снял ряд рекламных роликов с телеэкрана Вопрос этот очень важный, потому что сейчас все спорят о том Либо рекламу будут контролировать те, кто ее делает, те, кто ее производит Рекламодатели, рекламные агентства, потребители рекламы Или мы опять отдадим в очередной раз это государственному органу И вот в этом такбой конфликт, который родился в том даже, что несколько вариантов закона появилось Сегодня самое страшное для рекламы Это попытки вернуть цензуру в рекламу С которой мы распрощались в журналистике, упразднив главлитр Это самое страшное Потому что существует выбор Я думаю, что если здесь присутствуют работники газет Особенно они испытали это на своей шкуре Когда у нас появилось гигантское разнообразие газет Завалили редакции письмами А чему теперь верить? Ведь у нас была одна правда Во всех газетах одно и то же А тут каждая газета другое мнение Одни и те же события описывают с разных точек зрения Публика растерялась Сейчас шок прошел? Прошел У каждого из нас с вами есть свой выбор Не читать, не смотреть, не слушать Если вы противники рекламы А если вы слушаете ее, смотрите Ради бога, выбор за вами Вапуск в студии Кого-нибудь вообще сегодня реклама раздражает? Поднимите руки, кого раздражает реклама? О, как много! Скажите, пожалуйста, а чем вас раздражает реклама? Меня прежде всего раздражает реклама компаний, которые как бы уже обанкрутились А реклама все идет, идет уже больше месяца Например, идет интересный фильм И вот на самом интересном месте показывают рекламу Вот это очень обидно Скажите, пожалуйста, а вот до открытия, скажем, бизнеса в России, до перестройки Вы видели столько хороших фильмов на своих телеэкранах? Работало ли столько телевизионных каналов? И что позволило вам вообще увидеть этот фильм? Когда мы говорим о том, что нас что-то раздражает, это не критерий Меня жутко раздражает вся поп-музыка, до бешенства Что мне делать? У каждого раздражает свое У каждого свой характер и поэтому свой поход Меня больше всего раздражает глупость Безбрежная, идиотская реклама Не надо приводить примеры, потому что Пусть на меня не сердятся здесь Те, кто ее занимаются Но большая часть этой рекламы идиотская Это все Кто разрабатывает закон о рекламе сегодня И как он вообще готовится к выходу? Существует несколько проектов Если у антимонопольного комитета чисто запретительский закон Причем функции контроля Они возлагают исключительно на себя Существует и альтернативный проект, другой От ассоциации рекламных агентств России Он как бы пытается регулировать вообще основные отношения рекламы Рекламного бизнеса, отношения между рекламодателем Между рекламным агентством и носителем рекламной информации Во всем мире не нужны, в цивилизованных я имею ввиду странах Не нужны специальные законы о рекламе, сведенные во единый документ Только по той причине, что там существует очень мощное саморегулирование рекламной деятельности Дело все в том, что нельзя в государственном документе Это мое глубочайшее убеждение В законе от имени государства решать морально-этические нормы Бывает ли такая информация, которую нельзя заложить в рекламу? В принципе, сейчас может с принятием закона такая информация может появиться Например, реклама о табачных и алкогольных изделиях Об оружии, газовом или прочем О каких-то медицинских препаратах, которые нельзя использовать без разрешения врача То есть табу на какие-то товары и услуги будут заложены Но это уже есть То есть есть указ господина президента о недобросовестной рекламе Где есть четкие ограничения ковой информации Не должно быть Что касается рекламы, запрета рекламы сигареты и алкоголя Минздравом То настолько непродуманный вот этот указ Потому что существуют даже годовые контракты Кто должен от этого страдать? Телевидение? Агентство? Кто? Нет подзаконодательных актов, объясняющих этот запрет Несмотря на то, что реклама табака и алкоголя в нашей стране официально запрещена Она по-прежнему не сходит с экранов телевизоров и газетных страниц Основу законодательства об охране здоровья граждан Рекламодатели выполнять не спешат Еще бы, убытки от этого запрета окажутся колоссальными Тем не менее, в ряде стран сигареты не рекламируют вовсе Является ли реклама сигарет стимулом для начала курения? Минздрав России категорически заявляет – да Те компании, а это международные, прежде всего, компании Которые внедряются на наш рынок Платят колоссальные деньги за рекламу своих изделий Я должна сказать, что мы имеем информацию Что, например, фирма Рейнольдс только за 1994 год Потратила 1 миллион долларов на рекламу своих изделий Реклама действительно способствует желанию начать курить Однако у Минздрава на сегодняшний день нет данных о том, возникает ли у человека После просмотра рекламы алкоголя желание начать пить Тем не менее, министерство также выступает за ее полный запрет Поскольку эту рекламу могут видеть дети В антиалкогольную и антиникотиновую программу включились и звезды российской эстрады В России сейчас запрещение рекламы алкоголя и табака напрочь Я считаю, что оно преждевременно Сегодня ситуация на многих вещателях, на многих каналах такова, что без рекламы не обойтись В том числе без рекламы алкоголя и табака Поэтому и торгово-промышленная палата считает, что здесь должно быть взвешенное решение Но, а, это радикальное сокращение рекламы алкоголя и табака Только в ночное время Только не в программах, которые имеют адресаты своих детей, к примеру Только не показ популярных артистов, звезд эстрады, которые курят Только показ торговых марок Все, вот за эти подходы Вопрос к мужчинам Вам нравится реклама такого эротического содержания? То есть с участием обнаженного тела И сколько должно быть этого обнаженного тела в рекламе? Пожалуйста, ответьте на этот вопрос Ну, я считаю, только положительное Если она направлена для мужчин Надо вот с ориентацией разобраться сначала А вообще, чем больше, тем лучше Кстати, не бывает же рекламы для всех Реклама всегда направлена на определенную часть аудитории И поэтому все, кто не сходит в эту аудиторию Могут раздражаться, злиться, сколько угодно Но это не их реклама Что такое скрытая реклама? Скрытая реклама Это у нас сейчас очень ходовой термин Которым обозначают одну из форм маркетинговой коммуникации Которая называется паблисити или пропаганда Она должна вестись бесплатно На хороших связях Это поставка интересующей общества информацией о товарах и услугах Пожалуйста Я могу ошибаться, но, по-моему, это высший пилотаж рекламы Скрытая реклама И мне всегда доставляет большое удовольствие Глядя новости, вести или какие-то информационные программы Понять, где чистая реклама переходит в скрытую реклама Когда я была начинающим журналистом То когда я шла на какое-то задание за материалом в газету И я приходила там на какой-то завод Который выпускал новую модель, допустим, я не знаю, стиральной машины И я писала об этом информацию Вот сегодня, тогда меня никто ни в чем нехорошим не уличал Но сегодня, попробуя я, просто как журналист Пришедший из предприятия с таким материалом в зубах Я бы сразу поставила себя в очень интересную позицию На меня бы и коллеги, и руководство мое в газете смотрело и спрашивало А сколько ты получила за этот материал? Вот как? Я не знаю, как отличить новость от скрытой рекламы Журнал «Работница», который напечатал меня на обложке Вот, я этим очень горжусь И вот я теперь вас спрашиваю Это какая реклама? Скрытая, явная или какая? Это явная реклама Явная реклама, да? Ну, тогда я очень рада прорекламировать себя еще по телевизору Скажите, говорят, что в рекламе существует какая-то такая скрытая, в общем, вещь Которая действует сразу на подкорку Имеется в виду сублимированная реклама? Пожалуйста, пожалуйста Реклама – это страшное и мощное оружие Вот у меня была встреча не так давно, например, с одной фирмой Которая попросила сделать ролик, к примеру Просто спрашивала, технически возможно или нет С тем, чтобы заложить туда информацию, действующую на подсознание Вот есть специалисты, есть в области рекламы и техники Я думаю, что они подтвердят, что, по-моему, на каждом 17 кадре Кадре можно закладывать такую информацию Они попросили, спросили, можно ли сделать ролик Куда заложить на каждый 17 кадр следующую информацию Пойди и купи шоколад такой-то марки А вот это сфера государственного регулирования Все фокусы с воздействием на подсознание Должны строго запрещаться, вот и все Здесь вопросов нет Еще одна реплика Я боюсь, что когда начнутся предвыборные кампании у нас У нас тоже будет очень сильный комплекс зомби формироваться Пойди и проголосуй за того-то, за того Это не входит в сферу прямой рекламы Но мы неизбежно с этим столкнемся Политическая реклама – вещь тонкая и серьезная Чтобы купаться в лучах славы, новичкам в политике она необходима, как воздух В Европе и Америке политическая реклама стала появляться в начале 50-х Шумные рекламные кампании иногда влетали кандидатам, как говорится, в копеечку А премьер-министру Франции Меттерану во время предвыборной кампании Даже пришлось изменить форму зубов, чтобы избавиться от внешней агрессивности Но смелее всех поступил депутат из Германии по фамилии Крюгер Он заявил, что ему от своего народа скрывать нечего А потому для плаката он снялся абсолютно голым Российские же политики своим главным оружием считают слово Их теледебаты можно сравнить разве что с выступлением артистов разговорного жанра Два года назад мы с вами начали самые тяжелые и, наверное, самые необходимые в истории России реформы Что-нибудь сделать можно только если все время идти к тому, что ты хочешь сделать Согласие людей, единство народа, величие России Партия российского единства и согласия Консерватизм состоит в том, что мы отрицаем и левый, и правый радикализм Ничто теперь не повешает нашей стране стать счастливой и богатой Гражданский союз уже вывел однажды Россию из снуд Гражданский союз своими стабильности, справедливости и прогресса У нас в блоке нет ни одного члена правительства, в отличие от других блоков Но, по-моему, Трахкина тоже нет У нас блок Коммунистической партии Российской Федерации К 2000 году предполагается, что население нашего города, Ленинграда, Петербурга, существенно сократится Но Государственная Дума, депутаты ее, они призваны сделать все, чтобы нам лучше жилось, веселее, приятнее Я думаю, что говорящие головы на телеэкране очень быстро будут вызывать раздражение Впереди наступает политически трудный год Начинается предвыборная борьба И вот роль политической рекламы, вы знаете, я практически нигде не читал ни одного регламентирующего документа по политической рекламе По тому, как она должна вестись И вот мы в Останке наблюдали, как велась эта политическая реклама в предыдущие выборы Вы знаете, как только началась эта политическая кампания, мы четко знали, кто будет первым Вне зависимости от того, значит Потом избиратели просто это подтвердили Что, вы имеете в виду Жириновского? Я не буду говорить, я хочу сказать, что партия, одна из партий вела эту работу очень здорово Очень здорово и по-настоящему действительно адресно вела эту работу Вот чего, наверное, нам не хватает и на что нам надо обратить внимание Потому что следующий год будет очень-очень тяжелым в этом плане Это регламенты по политической рекламе Кто, как, сколько, сколько должен платить Потому что вот то, что творилось в прошлом году, когда у людей были лишние деньги И они могли больше присутствовать в эфире И в итоге это сказалось на их политическом успехе Очень серьезная проблема И можно ошибиться и купить вследствие рекламы не тот стиральный порошок Но если мы позволим себя очередной раз одурачить И получим не тех лидеров, не тех президентов И не те политически руководящие силы Последствия могут быть очень трагичны Вот, например, я свидетель того, как разворачиваются предвыборные баталии сейчас по Мутищинскому округу Где баллотируется 12 кандидатов в депутаты И я точно могу сказать, что главным рычагом будет пресса, будет политическая реклама И поэтому я считаю, что вот тоже Дума должна очень быстро определиться в том Как должна вестись предвыборная агитация, предвыборные кампании Как должна вестись политическая реклама в России Иначе мы будем иметь катастрофические последствия Вы знаете, я вообще противница деления рекламы на туристскую Коммерческую, политическую По методам, подходам Это одна и та же деятельность И если она ведется грамотно и профессионально Не важно, что рекламировать Кого продавать, простите Стиральный порошок или кандидата Очень много говорили о том, что реклама газет В газетах и по телевидению Про сигареты, про спиртные напитки Что воздействие на людей нужно ее вечером Но ведь по сути дела получается, что реклама тех же самых машин Шоколадок, я не знаю, жвачки Она тоже приносит вред Ведь дети, когда они едят шоколад У них начинают болеть зубы и так далее Благодарю вас Вы знаете, я хочу все-таки адресовать один вопрос Какое место занимают дети в рекламе? Можно ли их так эксплуатировать, говоря языком Обыкновенным? Дети и звери прекрасно смотрятся на экране И вызывают умилительные улыбки у зрителей Так вот, некоторые исполнители Некоторые сценаристы Хотят воспользоваться этим простейшим ходом Ничего не придумывая Что же касается участия детей в рекламе Когда рекламируются товары для них Это естественная вещь Это абсолютно правильно Нужны, наверное, какие-то границы Но опять же, кодексные Нельзя, например, показывать, что мальчишка Вот, кстати, недавно была реклама И ее повторяют Не помню сейчас чья Но там действующее лицо Маленький мальчик Который прячется от дождя От грозы Под огромным, великолепным, мощным деревом Вот по всем нормам Эта реклама не должна появляться в эфире Потому что она учит опасному поведению Дети маленькие обезьянки Но нельзя в грозу под деревом прятаться Вот все, что опасно для жизни Должно быть из рекламы исключено Вячеслав Черняховский Советник Ассоциации рекламных агентств России Это статья 13 Защита несовершеннолетних Из нашего варианта Законопроекта о рекламе в России Первое Реклама не должна дискредитировать Авторитет взрослых И доверие несовершеннолетних к ним Не должна содержать прямых призывов К детям совершить покупку Или обратиться к третьим лицам С просьбой совершить покупку Второе Запрещается использование детей В рекламе товаров или услуг Прямо для несовершеннолетних Непредназначенных Третье Запрещается в рекламе Показ детей в опасных ситуациях Это то, что принято В большинстве цивилизованных стран мира Если верить опросам зрителей Дети в рекламе Запоминаются им больше всего Чем объяснить этот успех Считается, что дети Берут своей искренностью И непосредственностью Один из самых удачных Рекламных персонажей Последнего времени Мальчик из ролика Альфа-банка Школьнику из Зеленограда Володе Журавлеву Сейчас 13 лет Свой первый ролик Он снял 3 года назад Сегодня Володя Может похвастаться Что он безумно популярен Когда ты первый раз В школу пришел После того, как этот ролик По телевизору показывали Как к тебе относиться стали? Что тебе сказали? Начали все Это ты Это ты снимался Доставали каждую нерябь Тебе трудно было сниматься В этой рекламе? Ну Не трудно Но Уставал На самом деле Моешь машину Да нет А как ты Кроме этого Зарабатываешь деньги? Приходилось это делать? Ну нет Там бывал Там на арбузах Усяких там То есть Помогал там разгружать что-нибудь У него Оказался тип Такого мальчика Который нужен был Для Альфа-банка Банкира Не банкира А немножечко что-то От американского мальчика Что-то от русского То есть это как раз то Что нужно было В какой рекламе Ты хочешь еще сняться? Не все равно Ну например Не там с шоколадкой Там Семь-нибудь еще И как ты ее будешь рекламировать? Как? Как и все Откусывать и жевать Но больше всех Нашему народу Запомнился образ Разгильдяя Сидорова Который удачно сыграл Школьник Саша Лае В школе естественно Сейчас стали Вон Сидоров идет А старшеклассники Ну это вот такие вот Мои ровесники Да? Вот Младший класс Один странный Там Сидоров Сидоров А вы убегаете За угол Чтобы Вот А старшеклассники Они наоборот Вот это вот Видал Сидоров Да Ну давай Так вот Вот меня Тебе кличку какую-то Придумали После этих роликов? Ну честно Вовочка Вовочка Сидоров? Да Сидоров Сидоров Три Когда танцевал Мне очень трудно давалось И мне мама говорит На съемках Ты говори что-нибудь там Ну закричи Хоть как-нибудь Чтобы как-то себя Ну Эмоции Как-то так Выплеснуть Вот Чтобы Ну разрядиться Как-то Вот И значит Собя мне так как-то На всю площадку Мама ты что А что такого Знаешь Я так очень потом Вот Мне долго не получалось Я там Потом чуть ли не плакала Но все-таки смог Потом Человек который Ко мне его привел Он сказал Что это вот Ну вот Из всех кого Как бы Он знает Это Самый профессиональный Ребенок вообще В этой стране Я как бы Ей поверил И ситуация была Я не смог подобрать Актера Ребенка на роль Как бы Я сказал Ну я Давай Я на тебя надеюсь Просто уже Ну давай На ваш взгляд Взгляд профессионалов Самая удачная реклама На телевидении И в прессе Мне очень нравится Вот была такая реклама Сок привет Мне вот Она просто Очень нравится Я не знаю Чисто вот Я не знаю Какая эффективность Ничего Просто вот Она так сделана По-доброму Она мне тоже нравится Такой очаровательный малыш Он так хорошо говорит Давайте дадим слово третьим Может быть Я буду субъективен Но я считаю Что реклама Все-таки Она должна работать И с этой точки зрения Я бы выделил рекламу Инкомбанк Они все Реклама всегда появляется Тогда когда должна появиться И рекламирует то Что нужно рекламировать Именно сейчас Ну что ж друзья мои На этом замечательной ноте Давайте закончим Сегодняшнее наше выступление Я благодарю вас Благодарю наших героев Благодарю вас Спасибо всем большое До свидания 30 предприятий По всей территории России Акционерное общество Концерн Российский мир Новая автоматическая Стиральная машина С сушкой Индезит Десятилетние испытания На износы 60 разнообразных Механических проверок Гарантия того Что вы останетесь довольны Солида 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 Только для подписчиков СПИД-Инфо Шесть Жигулей Разыграла для вас Авторитетная комиссия Популярные актеры Писатели Эстрадные исполнители Определили победителей Из Москвы Волгограда Тюменской И Псковской областей Никогда Ни в какие лосереи Не играла Я не думала о том Что это может быть машина У меня сразу Крутный выигрыш Буду подписываться Началась новая подписка А значит Будет новый розыгрыш Акция машин Но только для подписчиков СПИД-Инфо Недорогая подписка В любом отделении связи Проходите Я первый раз в Хапре Добрый день Какие акции Вы хотели бы купить? Не знаю Самые выгодные Самые быстро растущие Акции Хапер Классик Дайте парочку А можно я еще приду? Мы вас в Хапре Всегда ждем А зовут меня Миша Ну вот я и в Хапре В Хапер Можно всегда Мечта и счастье В жизни Рядом Русский дом Селинга Леванта Леванта Лучшие колготки С лайкрой Нежные, шелковистые Эластичные и прочные Элегантные и удобные Колготки Леванта Созданы для современных женщин Большое разнообразие моделей И расцветок Дает возможность Подобрать их К любой модной одежде В колготках Леванта Вы будете нарядны И уверены Даже в самых сложных Жизненных ситуациях Леванта Идеальные колготки Для любимых женщин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Байвасилий Суриков Репрезент Русская недвижимость Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова